Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Меня зовут Арина Стрельникова. Я представляю шопер-маркетинг-агентство Seven. Вы сегодня были спикером на наше дело участие. Была какая-то интересная сессия. Поделитесь, пожалуйста, какая тема поднималась? Я участвовала в сессии маркетинга в ритейле, организованной ассоциацией маркетинга Papai. И совместно с ритейлерами, представителями государственных компаний, таких как Роскачество, мы обсуждали актуальные и эффективные кейсы, которые направлены на стимулирование покупателя, на работу с ним, на улучшение покупательского опыта. Наверное, основные такие тезисы, которые можно извлечь из этой истории, это то, что подобные акции достаточно востребованы, что сейчас очень актуально и востребована роль инфлюенсеров и селебрити. И, возможно, со временем это поменяется, в том смысле, что, возможно, селебрити станет меньше. Кто его знает, как жизнь будет распоряжаться, посмотрим. Или их влияние на рынок. Да, потому что тоже есть некоторая заклаторность. Ну, в общем, посмотрим. Рынок меняется очень быстро. Что еще важно, наверное, отметить, это экологизация, да, такая повсеместная, что все больше кейсов и какой-то направленности на зожную полку, на вообще историю про зож, на то, чтобы материалы, которые используются в промо, перерабатывались, да, чтобы это было максимально экологично. Это очень круто. И также поднималась тема, насколько вообще роль этих материалов, POSM, насколько она вообще важна для проведения шопермаркетных кампаний. Я бы сказала, что на сегодняшний момент с точки зрения конверсии участников промо, POSM материал наиболее востребованный формат. Потому что, когда человек узнает о промо, например, из интернета или из телевизора, он приходит в торговую точку и дальше имеет огромное количество сообщений. И в этом смысле классная, привлекательная и уже сейчас экологичная какой-то POSM-носитель, он дает большую конверсию, вовлеченность людей. То есть, это такая, ну, по-прежнему крутая и интересная история. Вот. Ну, какие-то такие, наверное, вещи меня зацепили, которых я готова с вами говорить и говорить. Я бы слушал бы и слушал. Поделитесь своими впечатлениями о выставке. Может быть, вам понравились какие-то стенды наших участников. Может быть, вы посетили еще какую-то деловую сессию, где был какой-то интересный спикер с каким-то интересным посылом. К моему большому сожалению, я не успела посетить еще выставку. Я собираюсь что-то сделать. И я надеюсь, что, как всегда, бывает на Russian Retail Week на то, что для себя интересное, потому что каждый год так и происходит. Поэтому я пойду, а потом вернусь к вам с впечатлениями. Спасибо огромное. Не будем тогда вас задерживать, потому что выставка очень интересная и вам потребуется время, чтобы ее полностью обойтись. Спасибо большое за наше общение и надеюсь, до встречи в следующем году. Да, большое спасибо.